Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей. Не удивляйтесь тому, что я нахожусь в самолете в игре под названием, естественно, The Forest, потому что я сегодня решил вам показать один мод, который вносит перебалансировку сил в эту игру под названием The Forest, естественно. Мод называется Templar какой-то там, знаете, как он называется? Он называется Templar, он так и называется, а мод Templar The Forest, защитники Фореста. Короче говоря, он, как пишут в описании этого мода, он является одним из самых масштабных модов для The Forest, главного которого это достижение баланса и правдоподобности игры. Так, многие, говорит, когда устанавливают, скажут, что играть стало легче, но это на самом деле все так и есть. Действительно. Итак, для начала, для, так сказать, для того, чтобы понять все прелести, либо не прелести этого мода, хорошие ягоды, хорошие ягоды, нам надо с вами дождаться, наверное, утра, или бы где-то начать строиться, потому что самолет упал у меня не там, где я обычно хотел, он упал не у пляжа, он упал около другого места. Да, и, кстати, сегодня мы с вами попробуем все-таки бомбы, потому что мне в комментариях написали, что, скорее всего, этот баг был вызван тем, что я подобрал третью бомбу, которая забаговала мне все остальные бомбы. У кого-то, у кого две бомбы, все, говорит, нормально берет, все нормально взрывается. Ну, собственно, на это посмотрим сегодня, естественно. Этот мод выходил для версии 001, для версии 002, теперь он вышел для версии и 003. И основные описания этого мода я вам расскажу чуть попозже, дабы вы, естественно, не отключались, а то ведь, знаю я вас, посмотрят, послушают, и все, пока не буду больше себя смотреть. Нет, вот теперь сиди и смотри, пока я внезапно ни с того ни с сего начну рассказывать про все прелести, аль не прелести этого самого замечательного мода. Ладно, я так предлагаю добраться нам до берега, до нашего основного, до нашего любимого берега, который мы с вами очень сильно все полюбили с самого начала игры, и прекрасно знаем, где он находится, находится он прямо вот здесь вот по прямой, если мы пробежим, то до него дойдем. А пока мы послушаем замечательное музыкальное оформление, шумовое, так сказать, аудио, визуально, такое вот всякое оформление дождя, короче говоря. Вот, собственно, и наш любимый берег. Мы сюда, собственно, пришли. Наш главный герой чувствует очень сильно мороз по коже, прям пошел у него. А это значит, что нам пора с вами строиться. Первым делом, естественно, уже в который раз, уже в двухтысячна семидесято-пятисотый раз мы начинаем с вами строить наш шалашик для того, чтобы сохраниться. Я предлагаю потом не строить вообще никакие бревна вокруг нашего колышки, никакие не строить. Сразу построим с вами большой дом, большую хату. Я не знаю, насколько у нас получится обозрение этого мода, насколько серия оно выйдет. Я думаю, серии на три-то нам, наверное, хватит полностью его обозреть. А сейчас мы первым делом берем с вами бомбы, бутылки и монетки и собираем с вами бомбу. Так вот, давайте... Нет, подождите-ка. Давайте я сначала выберу место, так, знаете, поспокойней такое. Я хочу это организовать не обычным, как бы, таким вот тупым похождением, прохождением Фореста. Я хочу все это более-менее организовать действительно выживанием, уже в которой серии я стараюсь это сделать. А сделать это как надо? Нам надо с вами встать где-то там, где, в принципе, не очень много барахла валяется, чтобы делать какие-то вылазки более-менее опасные. Эти вылазки у нас получались. Чтобы мы были подальше от аборигенов, от всех их пещер. Вон там лодка, там валяются чемоданы. Туда мы, в принципе, можем вылазить, как бы, и смотреть на все это. Здесь у нас небольшие острова. Можно, когда-то попробовать построить плод, доплыть до них, посмотреть, что будет. Возможно, получится, возможно, нет. Но это все будет немножечко попозже. Так, естественно, первым делом... Да, кстати, у меня опять Форест немножечко другой, но русифицирование, соответственно, с этим модом. Все дела, все хорошо. Давайте поставим первым делом палатку. Костер оставить не буду. Вот эту хрень поставим мы сейчас. Прям где-нибудь вот здесь вот между кирпичей ее всучим, чтобы она тут стояла и никому, в принципе, не мешала. Потому что... Ой, а у меня все пусто вообще отказывается, ты представляешь? Чтобы никому не мешало, потому что вот на этой более-менее открытой территории мы построим с вами дом, построим с вами еще что-нибудь. Короче говоря, будем развиваться на берегу, поближе к воде, чтобы, если вдруг уж совсем все будет тяжко и плохо, мы смогли с вами удрать от каннибалов куда-нибудь в сторону воды. Так вот, бомбы, бомбы. Сейчас как раз бомбу сделаем, попробуем здесь деревья порубить. Посмотрим на это, как они будут ломаться вообще, взрываться, разлетаться по этой территории и по всему прочему связанному. Так, отлично, одной палочки не хватило. А ведь кто-то писал, кстати говоря. А, нет, я, наверное, просто одну палку не взял. Разработчики же писали, что они увеличили до девяти количества палок, способных уместиться в нашем инвентаре. Возможно, я просто одну не взял, или меня просто не заметил, что этот камень вылетел, поэтому я побежал назад. Ну да ладно, черт с ним, как говорится. Сейчас разберемся со всем этим. А, как вы прекрасно успели заметить, зачем я постоянно говорю слово... Вокруг моего экранчика наступил мороз. Это, кстати, один из модов. Точнее, один из параметров и один из пунктов описания этого мода. Я вам попозже его зачитаю. Ладно, давайте скрафтим бомбу, посмотрим. Действительно, она нам подзорвет все, что здесь есть. Давайте посмотрим. Да, действительно, он ее берет. Давайте выберем место покучнее, чтобы жахнуло как следует, чтобы все деревья у нас, в принципе, полетели. Вот здесь вот как бы побольше таких больших деревьев, пусть они, в принципе, и взорвутся. Давай. Ну вот, как бы бомба упала, давайте смотреть. Ох ты, смотри, действительно. Одно дерево у меня сломало. Красавелла моя. Так, ну надо было тогда нам поближе к этому, поближе к самолету устроить наш респаунд, чтобы вот так вот эти бревна мы смогли с вами быстренько просто вырубать, перерубать. Было бы вообще замечательно. Но это, кстати, классно. Я тут немножко энергетику втащу себе, чтобы получше стало. Так, главное, чтобы мои бревна не укатились в болото в это. Проклятущее море. Потому что тогда их будет крайне сложно найти. Начиная вам потихонечку обозревать мод, первым делом начнут с того, что ночью, как заявлено разработчиками этого мода, этими модификаторами великими, ночью аборигены будут меньше за нами следить. Ночью аборигены будут не так активны, ночью они будут передвигаться больше по деревьям и пытаться кидаться в нас палками, камнями, копьями с деревьев. Ты представляешь, какой огонь? Ты сидишься и ничего не подозреваешь, все спокойно, все хорошо. А тут на тебе в лоб прилетел каменюка с аборигенок, а с дерева. И ты такой не понимаешь вообще, откуда ты, падла, где ты, покажись, я же тебе голову разору. Но нет. Вот такой вот косячок будет. Я бы хотел, конечно, на это посмотреть. Надо будет сделать одну вылазку в лес ночную. Но по бомбам все хорошо, бомбы взрываются, бомбы просто замечательно разносят все деревья. Это просто сказочно. Отлично. Осталось два дерева, можем сохраниться, поспать, восстановить энергию, немножечко опустошить желудок, потому что мы знаем, что когда мы спим, у нас постоянно половина желудка куда-то вдруг решила пропасть. Так было всегда, так будет и сейчас, скорее всего. Возможно, кстати, в этом моде такого и не будет. А луна, по-моему, садится, поэтому сейчас уже настанет день. Но она очень медленно садится, я предлагаю достроить все это. Кстати, кто переживает за те сохранения, которые были до этого, потому что и тот, и тот клиент у меня в одну эту сохраняются. Те сохранения я, так сказать, забэкапил, и все у нас будет хорошо. Дождь продолжает идти, а я предлагаю быстренько здесь построить нам что-нибудь такое. А что бы сразу? Давайте построим сразу дом. Пусть будет сразу дом. Почему нет? Как-то вот так, наверное, мы его и построим здесь поближе к воде. Очень долго, конечно, все это будет рубиться, пилиться. Очень долго все это будет добываться, но оно того стоит. Потому что без дома здесь, в принципе, делать нечего. Я так понимаю, здесь у нас будет практически веган-мод какой-то включенный, потому что аборигены, судя по этому моду... Да ладно! Вы посмотрите на это, серьезно. Он стоя держит бревно, а во время бега не держит. Красавчик! Просто молодец! Замечательно! Так вот, давайте-ка я пока почитаю вам в процессе рубки деревьев. Я попробую немножко поудобнее установить телефон, чтобы он не падал у меня. Потому что у меня прогружен этот сайт с описанием мода на телефоне. Я буду читать. А, кстати, давайте скрафтим нормальную палку. Многие пишут, многие до сих пор, наверное, думают, что я не знаю, что есть здесь такой топор. Ну, давайте посмотрим на него. Так вот, шанс нахождения каннибалами в этом моде стал меньше 1%. Это, по-моему, замечательно. Это существенно упрощает нам игру. Потому что раньше каннибалы находили нас по маячку, а теперь все будет по-честному. Именно так и написано. Будет все по-честному. Это замечательно. Ну, не знаю, этим топором как-то покрасивше, по культурнее рубятся бревна. Иди вон туда, вон. Нет, только не в пруд. В пруд не надо. Блин, они сейчас укатятся у меня все. Да, действительно, они все катятся в пруд. Так, я тебе давай разверну маленько, чтобы ты не катилась туда. И вы тоже далеко-то не надо. Так, ну вас я успею перехватить, так сказать. Дальше продолжаем. Сейчас я донесу бревна, пока они... Тихо. Телефон, не выключай подсветку, пожалуйста, я прошу тебя. Так вот, людоеды теперь не будут восстанавливаться после того, как мы ударили их топором, после того, как они упали. Мы это, кстати, с вами не раз видели, когда каннибалы, они встают. То есть они лежали-лежали, мы решили их добить, они начинают вставать в это же время просто одновременно с тем, что мы ударили их топором. Здесь это как бы исключено, это на самом деле радует. Так, каннибалы теперь больше не будут атаковать в открытую. Но это я сказал, на самом деле, про ночные похождения. Но это, походу, действует не только на ночь, но и на день, и на все. Они теперь будут стараться в нас действительно кидаться камнями и прочей херотой, которая должна нас как бы травмировать. Так, ну давайте посмотрим, что нам эта бомба снесет. Пару деревьев нет. Как говорится, профукали мы с вами одну бомбу только что. Она ничего не взломала, ничего не взорвала. Просто упала. О, а вон и каннибалы, кстати, идут. А вот это плохо, на самом деле, потому что у меня до сих пор нет никакого укрытия. А они, кстати, меня и не видят, ты посмотри. Они меня и не слышат, они действительно как бы оправдывают тот самый 1% нахождение. Они не слышат, что здесь падают деревья, что, в принципе, замечательно. Они испугались. Чего-то они испугались, они пробегают на меня, я присяду, с вашего позволения. Чтобы они, так сказать, убежали там к себе в усвояси и ко мне особо не приставали. Мы с вами выбрали неплохой такой отшип. Я бы даже сказал, замечательный. Потому что, если здесь потом все огородить забором, то каннибалы, в принципе, не смогут к нам вообще никак подступить. Это, мне кажется, довольно-таки замечательно будет выглядеть. Так, где второе бревно? Вот оно. Иди ко мне. Так вот, продолжаем зачитывать мы с вами эти, в этот мод, описание его. В два раза увеличена зона поисков, написано, и зона обзора. Вот это, кстати, вообще просто шикарно. То есть, раньше, когда мы смотрели, например, вон туда, вон, в далеко, туда, вдаль, мы, в принципе, могли бы этих деревьев, наверное, не увидеть. Ну-ка, серьезно. Draw Distance, Fartest. Да, все правильно. Кстати, мне кто-то писал, что поставь нормальную настройку травы себе в этот, в меню, и ты увидишь 3D-шные камыши. Но у меня стоит самая нормальная настройка, потому что фар, это как бы далеко, это Draw Distance, это имеется в виду прорисовка травы на дальность. У меня стоит самая большая. И кто-то мне еще сказал, что я мудак, играю на стремных настройках, потому что у меня здесь стоит Custom. Поставь, говорит, все high, и все будет хорошо. Custom у меня здесь стоит, ребят, потому что у меня отключен Motion Blur, который немного мешает мне играть. Давайте я его включу, ладно. И, в принципе, вот эта вот хрень, стандарт настройка цвета, она тоже влияет на то, что здесь стоит Custom, потому что, чтобы здесь стояла high, надо поставить стандартную настройку. Давайте включим Motion Blur. Отвратительно, давайте выключим Motion Blur. Она не тормозит, ребята, вы не подумайте, что она начинала тормозить, она не тормозит, она просто сглаживает, так сказать, пере... Вот эти вот все мои... Ну, вы поняли. Короче говоря, она не тормозит, она просто сглаживает движение. Вот. Но так становится четче, так становится лучше. Ладно, пока я рублю очередное дерево, я зачитаю вам следующий пунктик. Так, каннибалов пока нигде нет. Отлично. Так вот, дальше. Теперь каннибалов нельзя убить огнем. Кто-то говорил, что... А, именно я говорил вам в самом начале, что стало, короче, легче играть, потому что этот мод делает игру немного легче. Но, учитывая тот пункт, что каннибалов теперь нельзя убить огнем, этот мод становится невероятно опасен и невероятно сложен. Потому что, как мы помним, большинство каннибалов умирало у нас в тот момент, когда она поролась на наши случайно построенные костры. И, соответственно, до конца они сгорали и умирали. Сейчас этого не будет. Этого сейчас не будет. Это очень плохо. Так, ладно, давайте здесь прям поставим костер сразу, как у нас в прошлый раз стоял костер. Мы здесь немножечко что-нибудь пожарим сейчас. Пожрем. Куда-нибудь в какую сторону? Вот сюда давай поставим его. Так, не хватает камней. Хорошо, сейчас камней заодно захватим. Так вот. Огонь будет наносить им очень много урона. Написано в моде. То есть он не будет их убивать. И, в принципе, если мы пару раз успеем каннибала по голове топором наградить, то он, когда подождется, должен, в принципе, умирать. Это неплохо. Это хорошо. Это добавляет действительно правдоподобности в игру, когда каннибалы просто тупорылые создания поджигаются и сгорают. Теперь, по идее, этого быть не должно. Так, сколько надо? Семь камней. Давай подберем семь камней. Пока я и начал рубить очередное дерево, чтобы построить костеры. А, могу только пять камней носить. Плохо. Плохо, очень плохо. Дальше. Днем каннибалы будут меня дольше искать. Ночью они будут искать меня меньше. Так именно и написано в описании мода. Не знаю почему. Возможно, что днем каннибалам не надо спать, как, в принципе, и мне. Каннибалы, жители лесные и островные, они, в принципе, должны, наверное, тоже путешествовать по большей части днем, потому что ночью, если уж совсем впадаться в действительность и в прочую правдоподобность, то, по идее, каннибалы ночью должны опасаться каких-либо лесных жителей, которых здесь, в принципе, нет. Быстро. Очень быстро здесь выросло дерево. Но, по задумке, они, наверное, здесь должны появиться. Всякие лесные там волки, еще что-нибудь. И как бы каннибалам-то должно быть немножко ссыкотно, и поэтому они должны действительно работать ночью. Я рублю вообще это дерево или нет? Точнее, ночью они должны спать. А, нет, рублю, замечательно. Поближе туда, поближе, давай, поближе ко мне. Давай, 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 давай. Отлично. Вот, это, в принципе, действительно правдоподобно, потому что ночью никому не охота бродить по темным и страшным лесам, ночью всем охота спать. В принципе... А, не, не поджигай! Поздно, да, поджег. Ладно. Придется найти какого-нибудь кролика. Кролика или кого-то. Кстати, по поводу кроликов я вам сейчас тоже зачитаю. Здесь есть описание этих кроликов. Это все нам усложнили жизнь. Забегая немного вперед, открою вам небольшой спойлер. Так вот, также каннибалов будет днем ходить больше. Ну, не знаю. По крайней мере, сейчас мы с вами увидели только один отряд каннибалов. Но! Всылаясь на тот пункт, что каннибалы теперь меня очень трудно им будет найти, я надеюсь, что это оправдано именно этим. Дальше. Ночью каннибалы будут больше использовать деревья. Кстати, да, вот про это я и говорил, я думал, я ошибся, но действительно это так и есть. Первые пять дней, написано, каннибалы будут испытывать чувство страха и относиться к нам с малой агрессией. То есть, возможно, это тоже связано с тем, что они так быстро убежали. Они, возможно, ссыкуют моё присутствие здесь. Это замечательно. Так, нам бы рыбку поймать. Действительно, водится какая-нибудь рыба около берега? Если она здесь водится, будет хорошо, мы её поймаем. Но рыбы почему-то около берега я не вижу. Около берега я вижу вон большие рыбы, которые, в принципе, станут для меня не пищей, а станут для меня хищником. Возьмут меня и сожрут. Маринка вон прилетела. Маринка скучает по мне, постоянно жалуется, что ты так редко заходишь в форест, так редко со мной играешь. Давай-ка ты будешь делать это почаще. Хорошо, Марин. Я без проблем. Давайте найдём какого-нибудь этого. Животного. Сожрём его. Где животные? Серьёзно, не вижу ни одного животного. Болотце бы здесь найти. Ой, огромное дерево. Мы его видели сто раз. Так, болотце, 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 уколотце. Чё-нибудь такого? Либо ягод пожрать каких-нибудь ягод, либо болото. Быстренько нам надо найти. Потому что у меня уже жесточайшее чувство голода. Я хочу пожрать. Точнее, мой главный герой. Я-то, в принципе, вообще никогда от жрачки не отказываюсь. Я бы с удовольствием жрал просто постоянно. Если бы моё пузо не росло пропорционально сожранной мною едой, я бы жрал и жрал, жрал и жрал, жрал и жрал. Но я не могу себе этого позволить. Я не отношусь к тому типу людей, которые могут без остановки постоянно жрать и при этом вообще не толстеть. Это очень меня расстраивает, если честно. Привет, рука. Опа, денежки. Так, это не денежки. Мне нужны шоколадки. Мне нужны... Съесть. Грибов, короче, втащил. Отлично. Тряпки, фонарики. Но я бы хотел найти шоколадку, если честно. Но я нашёл всего лишь таблетки и какие-то батарейки. Написано также в описании этого мода было... Кстати, вот это просто отличная новость. То, что шарики теперь... Эти теннисные мячики, они просто при подбирании тупо не берутся и не отображаются. Это просто огонь. Потому что не надо теперь постоянно их выкидывать, не надо постоянно менять оружие, сменять всю эту хрень. Всё, короче, теперь работает само автоматом нам. Создатели этого мода существенно облегчили задачу. Это просто классно. Так, есть что пожрать-то? Ну, отлично, я нашёл шоколадку. Потом, в принципе, где мой дом-то? Потом мы с вами найдём какого-нибудь животного, зажарим, и у нас всё равно не достроена с вами хата. Продолжаем. Исследовать мы и... Знакомиться с этим замечательным модом. Первые пять дней это я сказал. Так, из животных... Где моя хата-то-то? Вон она. Белые ягоды жрать не буду. Зона появления животных увеличена до 150 метров от нас. Я не знаю, в каких тут расстояниях меряется 150 метров, но, судя по всему, принимая во внимание слово «увеличено», они у нас теперь гораздо раньше появляются, и гораздо должно быть больше. Потом. Животные могут убегать или улетать на большие расстояния для того, чтобы поймать, допустим, кролика, придётся хорошенько подрудиться. Вот это плохо. Это, на самом деле, не очень хорошо, потому что во время того, как наш герой будет испытывать страшную жажду, я имею в виду по еде, нам придётся ещё и охотиться за кроликом сутки. А я не хочу охотиться сутки за кроликом. Ну да ладно. Приноровимся мы и к этому. Где у меня тут? Ну, действительно, смотрите, то заявление от разработчиков мода, что каннибалы будут нас гораздо меньше находить, оно действительно работает. Потому что в былые времена, когда мы играли в обычную оригинальную версию Forrest, нас бы уже 7 раз напали, и я бы даже половину бы этого дома не построил. Хотя я до сих пор половину не построил, но я уже так много рассказал, так много спокойно всё здесь произвожу, все свои положенные для меня действия. Я тут потерял мысль, короче, какую хотел сказать. Дальше. По поводу игрока. У нас увеличился урон от холода. Это мы могли с вами ночью, наверное, увидеть, но я что-то особо не обратил на это внимание, потому что особо до этого ещё не дочитал. Потом. Желудок истощается медленнее, что просто замечательно, потому что в оригинальном Forrest после обновления на 0.03 желудок просто улетучивается мгновенно. Вот пару секунд проходит, всё, ты уже очень сильно хочешь жрать. Это замечательно. Дальше. Но, чтобы теперь его полностью насытить, требуется сожрать гораздо больше всего. Ладно, это, в принципе, логично. Он меньше тратится, но дольше насыщается. С этим я, в принципе, согласен. Дальше. Походка стала быстрее, а бег медленнее. На это я что-то сейчас внимания особого не обратил, но, возможно, вы заметили, что так оно и стало. Я, если честно, не заметил. Так, я сейчас слышал каннибалов, да, или мне показалось? Сейчас они рычали, урчали. Не, давай туда ты будешь прыгать. Вон туда, 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 давай. Только не близко к озеру. Не близко к морю. Давай, ломайся. Так. Эти вот сам быстрее, короче, всех быстрее убегут, поэтому давайте возьмём их. А дальше чего? Уменьшен урон, получаемый игроком от каннибалов. Это хорошо. То есть меня теперь гораздо меньше будут бить. Точнее, бить-то будут так же, но урона я буду получать поменьше. Это мне нравится. Это хорошо, это замечательно. Потом. Увеличен урон, наносимый каннибалом. Вот это вообще замечательно. То есть нам с вами действительно сделали жизнь-то гораздо легче. То есть теперь, не как раньше надо было 150 ударов по каннибалу тупором нанести, чтобы в конце концов вырубить его. Теперь это гораздо меньше требуется для этого сил и усилий, и умений. И это очень мне сильно по душе. Дальше. Выживание. Где моё последнее бревно? Только не говорите мне, что оно куда-то укатилось. Оно было здесь, я помню. Нет, его здесь нет. Ну да ладно. Продолжаем, значит, нарубить дерево и читать обновление. Да не так дерево рубят, товарищ главный герой. Дальше. Разные ягоды имеют разные эффекты. Ага, разные ягоды имеют разные эффекты. Это мы с вами, кстати, посмотрим. На чёрные ягоды сожрём, белых ягод сожрём. Ну, в принципе, они и до этого имели разные эффекты. Синие ягоды нас насыщали, восстанавливали нам энергию, а чёрные ягоды херовенько на нас влияли, а белые ягоды тоже на нас херовенько влияли. Возможно, они что-то добавили чёрные и белые ягоды. Теперь эти ягоды не только будут на нас херовенько влиять, а, например, заставлять нас дристать по носам прям каким-нибудь. Или отбавлять у нас не только энергию, ещё и здоровье, и очень много желудка. Ну, что-то типа того. Должно всё это как бы... Надо пожрать. Нет, надо выпить просто энергию. Возможно, какие-то довольно-таки различные эффекты добавили разработчики этого мода. Мы на это всё, естественно, посмотрим чуть попозже. А пока мы будем таскать брёвна, естественно. Потому что брёвен осталось нам дотаскать очень много. Дальше. Съедание грибов будет приводить к разным последствиям, как хорошим, так и плохим. Мы с вами только что вот недавно совсем, когда выходили за чемоданами, мы с вами сожрали какой-то гриб, но никакого эффекта я не заметил. Возможно, вы перемотаете сейчас и посмотрите. Я сейчас, честно говоря, вспомнить не могу, что мне там этот гриб с собой принёс. Ничего не скажу. Дальше. Таблетки больше не будут полностью вылечивать. Это плохо. Это плохо. Потому что раньше таблетки, по-моему, вылечивали полностью. Хотя я не буду уверять. Возможно, в версии 0.0.3 таблетки и так полностью не стали нас лечить. Не в курсе, серьёзно. Что-то я даже не могу припомнить. Полностью они лечат сейчас или не полностью. Короче говоря, в этом моде они полностью нас не лечат. Это тоже свой элемент правдоподобности, потому что во время заболеваний, во время драг с каннибалами невозможно, чтобы одна странная пилюлька залечивала все возможные раны, которые нам наносят. В это я тоже не поверил бы никогда, а сейчас это выглядит более-менее правдоподобно. Будем делать скидку на то, что при поедании нескольких таблеток мы жрём разные таблетки. Одни таблетки от одного, другие таблетки от другого. Замечательно. Дальше. Алкоголь даёт намного меньше выносливости, что в принципе логике поддаётся полностью. Алкоголь, он влияет не на выносливость, он влияет на брутальность, на, так сказать, смелость и на всё прочее. Но никак не на выносливость. Спасибо, Дош, что ты наконец-то закончился. Я просто тебя обожаю. Он так долго капал, он так меня уже достал. Дальше. Конфеты дают небольшой прирост ко всем характеристикам. Конфеты, это, скорее всего, имеется в виду батончики шоколадные. Оказывается, создатели называют их конфетами, а я почему-то думал, что это всего лишь шоколадки. Вот, я посмотрю, у меня тень прорисованы без топора, правда, но он всё равно рубит, и это всё нарисовано довольно-таки грамотно. Замечательно. Чё это? Ты падаешь прям вообще замечательно, да? Прям именно так, как мне хочется, чтобы они все скатывались ко мне по легочку. Куда ты полетела? Стой. Как без дождя непривычно играть, если честно. Всё так тихо. Дальше. Приготовление пищи даёт больше здоровья и выносливости. Приготовленная пища имеется в виду. Но это классно, на самом деле. Ещё раз радуга. То есть, теперь мы не просто будем бегать по лесам и искать ягоды, дабы их сожрать. Мы будем теперь упираться на то, что нам надо что-то приготовить, что-то пожрать. Потому что это нам гораздо больше всего восстановит. Это хорошо. Дальше. Чемоданы стало открыть труднее. Мы только что с вами открывали чемоданы. И почему их стало открыть труднее, я, если честно, не заметил. Как они открывались с одного удара, так они с одного удара и открываются. Не знаю, в чём появилась трудность. Можно будет посмотреть. Так, дальше. Случайное появление предметов стало намного реже. Что имеется в виду под этим, я немножко не догадываюсь. Абсолютно возможно имелось в виду яхта, а возможно и нет. Серьёзно, не догадываюсь, что тут имеется в виду. Алкоголь. Дайте посмотрим, сколько алкоголь нам восстанавливает здоровье, этого энергии. Очень мало восстанавливает. Прям совсем мало. Ты посмотри. Он только что выпил 4 бутылки, а ему просто насрать. Монетки, бутылки. А чё чемоданы-то открытые? Я как бы здесь их не открывал, если чё. Почему они открытые? Так, ну не говорите мне, что каннибалы тоже научились открывать чемоданы. Это будет совсем нехорошо, если честно. Это будет просто отвратительно. Как? Да не, ну чемоданы не должны открывать аборигены. Они вообще просто не должны даже знать, что такое открыть чемоданы. Они не должны догадываться, что там чемодане есть что-то полезное. Это какая-то хрень полнейшая, ребятки, я вам хочу сказать. Ну ладно. Дальше. Изменена дальность прорисовки. Это я вам сказал, да? Да. Прорисовки, чтобы увеличить детализацию леса. А это мы, кстати, не знаю как. Да я, в принципе, что-то одни особые замечаю. Ну да ладно. Будем думать, что оно так и есть. Так, какое дерево срубить? Вот это. И еще одно. Размер кустов растений увеличен. Трава стала толще и выше. Серьезно? Не заметил этого, абсолютно не заметил. Возможно, она и стала толще и выше, но не для человеческого глаза. Возможно, как-то где-то мы это и увидим. Но здесь я серьезно, здесь я не вижу, чтобы что-то стало толще и выше. Чтобы что-то стало толще и выше, надо показать ему то что-то полураздетую женщину. Тогда это действительно станет толще и выше. Какой черный юморок. Ну ладно, бывает. Дальше. Увеличена скорость роста растений. Возможно, это имеется в виду увеличена скорость роста и деревьев, и кустов. Что, в принципе, мы же с вами здесь уже сегодня наблюдали, когда из пенька просто мгновенно выросло огромное дерево. Может быть, это просто был косяк, может быть, нет. Дальше. Изменения. Подняв теннисный мяч, им не придется... Его не придется теперь выбрасывать, он просто будет исчезать. Это самая, просто самая великая доработка из всех самых великих доработок, которые можно было доработать в Форесте. Я с первого дня, с первого выпуска, с первой серии, по-моему, просто обсирал эту возможность подбирания мячей бесполезных, я отмечу, абсолютно бесполезнейших мячей, которые поднимались и постоянно сбивали мое основное оружие. Это было просто отвратительно. Поэтому вот эта доработка стоит просто аплодисментов, стоит абсолютно всего. Она стоит даже того, чтобы просто взяли бы вот эту доработку и выпустили ее отдельным модом к этой игре. Я думаю, многие бы, те, кто играет и пытается выживать в Форесте, ставили бы себе этот мод. Да даже платный бы этот мод себе себе ставили. Вот я к чему клоню. У нас тем временем наступает ночь. Я сейчас быстренько дочитаю, что тут есть еще. Так, ракетница будет убираться после одного выстрела. Отвратительно, это мы посмотрим потом. Баланс игры тщательно проработан и протестирован. Тем мы, собственно, сейчас с вами и занимаемся. Мы тоже занимаемся с вами тестированием игрового баланса. Дальше. Давайте я назад перемещусь и почитаю изменения в версии, которые... Это я читал для версии 1.5, которая была выпущена для версии 0.01. А сейчас я прочитаю вам быстренько то, что выпущено для версии 0.03. Теперь каннибалы... Каннибалы теперь будут атаковать вас в первый день, если найдут вас. Ага. Неужели? Но они меня не нашли, поэтому меня атаковали. Так. Творческий режим переделали с нуля. Теперь не будет никаких ошибок. В смысле? Творческий режим это имеется в виду вот эта вот всякая хрень, которую мы строим. Будем думать так. Темно. Темно, ничего не вижу. Возьми зажигалку. Спасибо. Дальше. Добавлена возможность отмены постройки. Кстати говоря, кто-то мне писал в комментариях, что блин, вообще нереально теперь стало эти постройки отменять. Теперь возможность отмены постройок существует. Надо просто подойти к непостроенному зданию. Давайте, кстати, протестируем эту хрень. Непостроенное здание. Вот, пожалуйста. Нажмем, нажимаем С. Вот, нажимаем С, постройка пропадает. Гениально, замечательно. Ложимся спать. Дальше. Небольшие изменения в системе выживания. Не знаю, какие, не описаны они. Страх и агрессия каннибалов будут математически рассчитываться в зависимости от времени суток и дня выживания. Неплохо. А, добавлен заголовок в меню игры. Какой заголовок? Лес? Ну ладно, гениально. О, что у меня со здоровьем случилось? Ой, я что-то умираю, подожди. А что я умираю-то? Что происходит-то, алле? Я что-то не понял, что с моим здоровьем-то? Ты смотри, что здоровье творит. Оно просто убывает. Это неужели из-за пустого желудка все? То есть я сейчас умру, что ли? Серьезно? Что за прикол-то? Вот это поворот сейчас был. Вот это вообще жара. Ха! Ты представляешь? Он, короче... Вот называется, как мод снизу написано. Он, короче говоря, дожил до конца желудка и сдох. Ха-ха-ха! Вот это неплохая концовка мода. Теперь я буду относиться к этому повнимательнее гораздо. Ну да ладно. Попробуем, как бы в следующий раз более творчески к этому подходить. Так, творческий режим. Теперь не будут использовать материалы из инвентаря. Не понимаю, что это значит. Ну да ладно. Давайте на этом мы на сегодня закончим. Обозрели мы, в принципе, этот мод. Более-менее хотя бы в текстовом режиме. Все остальное мы будем смотреть позже. Я, конечно, помер. Это, конечно, не очень хорошо. Но будем теперь тщательнее готовиться к тому, что у нас опустошится желудок. И нам нужно будет срочно пожрать. Позрать. Пожрать. А на этом все, ребятушки. Ссылка на полис в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. К следующей серии я попытаюсь восстановить то, что у нас было. И буду повнимательнее сидеть с желудком. Все. Всем пока. Раньше здесь был мат.